Застой молока в груди это лактостаз. Если он продолжается больше суток, то может развиться мастит. Сегодня поговорим о здоровье кормящей женщины. Разобраться в этом вопросе нам поможет Вероника Савина. Вероника, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Как сохранить здоровье кормящей женщине? Кормящая женщина – это обычная женщина. И кормление груди – это одно из естественных наших состояний. Поэтому каких-то особенных и специфических рекомендаций их нет. Ведем обычный образ жизни. И как профилактика – это избегать сквозняков, не переохлаждаться. Хорошо и полноценно питаться. Может ли мама кормить ребенка грудью во время болезни своей? Ну, болезни разные бывают, да. Есть противопоказания прямые. Это открытая форма туберкулеза, ВИЧ-инфекция и некоторые психиатрические расстройства, когда иногда это косвенно можно кормить, если есть человек ухаживающий, который при каких-то приступах может обеспечить безопасность ребенка. Обычные наши инфекции, грипп, простуда, кормление не противопоказано. При большинстве наших заболеваний можно кормить грудью. Препаратов очень много совместимых с кормлением грудью. Всегда можно подобрать что-то альтернативное, чтобы не нарушать этот процесс кормления. Если маме нужно отлучиться, я знаю, можно даже замораживать грудное молоко. Вообще можно сцедить молоко. Оно чудесно хранится 3-4 часа просто на столе. Трое суток в холодильнике в общей камере и до 6 месяцев, даже дольше, до 12 месяцев, если в стерильные такие пакетики собирать, в морозилке минус 18. Потом подогреваем на водяной бане и докармливаем ребенка. Есть ли какая-то специальная диета для кормящих мам? Обожаю этот вопрос. Мне кажется, и каждый день отвечаю. Нет, никакой специальной диеты нет. То есть у нас есть вещества и продукты, которые не рекомендуют всем. Химические красители, ароматизаторы, алкоголь, никотин. Но это нельзя назвать что-то только для кормящих. Это для всех не очень полезно. А дальше что? Когда мама приезжает домой с малышом, она начинает пробовать разные продукты. И в течение 3-х часов самые яркие реакции идут. И в течение суток мы еще можем понаблюдать, как спит ребенок, как он себя ведет, есть ли что-то там необычное. И в итоге мы выходим на свой обычный рацион питания. Есть такая еще проблема, как лактостазы и маститы. Во-первых, что это такое и почему они возникают? И как с этим быть? Ну, смотрите, у нас часто это разные состояния. Сразу отмечу, лактостаз – это нарушение оттока молока. То есть, например, какой-то проток забит или еще что-то. Что-то не дает молоку вытекать. Бывает, что как раз неправильное прикладывание провоцирует какие-то зажимы протоков, и тоже молоко неэффективно выходит. Здесь искать причину застоя молока. То есть, как оно определяется, это какая-то шишечка где-то внутри груди возникла и болит. Пробуем другие позы при прикладывании. Крутим ребенка так, эдак. Часто прикладываем к этой груди. И можно немножечко мягенько, когда ребенок сосет, это уплотнение поджать. Не жать сильно, а немножечко. Мягкое давление. И это он как бы простимулирует, чтобы молоко оттуда выходило. Естественно, мы смотрим, что по белью. Бюстгальтеры, чтобы не жали. Бывает, что женщина там отлежала где-то грудь. То есть, была в неудобной позе, там все застоялось. Но обычно проблема лактостаза решается в первые сутки. То есть, частыми прикладываниями, вот этими манипуляциями, с позами. Все это уходит. И капустные листы еще можно, говорят, применять. Капустные листы – это очень хороший вариант охлаждающего компресса. Их применяют, если есть какие-то отечности груди, нагрубания. Это как раз в первые сутки, когда приходит молоко. То есть, молоко приходит на вторые, третьи сутки. И вот, когда молоко пришло, бывает вот эта проблема переполнения груди. Бывает там не только молоко, там и отек может быть. Как раз вот капустный лист прохладный, он работает как охлаждение. В вопросе мастита, про который вы задали. Мастит – это воспалительное заболевание тканей молочной железы. Он характеризуется общей такой разбитостью, температура повышается, некомфортно, болит грудь, неприятные ощущения. Иногда, вплоть до того, что эта плотность, она становится такой отечной, покраснение. Если за сутки не успели справиться, то это уже нужно к врачу. Иногда действительно бывает, провоцируются, ну, лактостазы проявляются такими вариантами, что покраснение, температура. Если сутки прошло, а у вас улучшения нет, значит врачу. Мастит – это воспаление. То есть, это может привести к гнойному уже абсцессу, когда нужно резать. Лактостаз – это просто не выходит молоко. А мастит, он может молока вообще не касаться. Вот где-то здесь что-то там воспалилось. И оно не сцедится, оно будет там болеть. Бывает, женщина у пордула, у нее там что-то. Бывает, опять-таки, там много болячих. Там же есть лимфостаз, может быть, там же лимфа есть. Где-то, ну, то есть здесь однозначно акцент на том, что если за сутки вы не успели справиться, если лучше не стало – к врачу. То есть у нас есть сутки, чтобы что-то попробовать. Лучше не затягивать, потому что иначе потом это к хирургу резать. Вероника, спасибо большое за такую полезную беседу. Да, в данном случае очень уместно на здоровье. Я надеюсь, наших кормящих мамочек не коснутся проблемы лактостазов и маститов, но предупрежден – значит вооружен. Я желаю всем нашим кормящим мамочкам здоровья. И помните, вы все можете.